дорогие друзья всем привет всем привет поставьте пожалуйста пятерочки если меня видно слышно хорошо привет из сибири и вас приветствую я смотрю всех крокозябра сегодня да у меня тоже интересно кропок крокозябра чего на зумом случилось многих я смотрю чуть слетела кодировка у меня вроде в порядке вроде в порядке ну что друзья мои я вас поздравляю с запуском вашей первой реально рекламной кампании у нас уже началась открутка бюджетов собственно началось формирование вашего первого боевого кейса и сегодня наша с вами задача посмотреть первые данные по статистике и начать читать отчеты сегодня мы с вами будем разбираться как эти отчеты читать и куда вообще смотреть после запуска рекламы то что самое самое волнительное самое интересное происходит уже после запуска рекламы когда у новичков начинает разбегаться глаза в разные стороны вообще непонятно куда смотреть вот мы с вами будем учиться на нашей рекламной кампании смотреть в правильные места и делать правильные выводы прежде чем мы начнем также хочу вам сказать что у вас уже открылись первые уроки третьей ступени я вижу вы мне уже мотаете головой как киваете я вижу что уже значит вы их посмотрели да или по крайней мере начали смотреть ведь вам открылись первые уроки именно про то как писать свой кейс и как формировать свою портфолио который вам в дальнейшем потребуется ну скажем так не всегда то есть я не буду вам говорить что вы можете найти клиента только если у вас есть портфолио но нет конечно есть клиенты которым вообще это все не надо но есть но узнать как вам будет комфортнее вам будет самим спокойнее если у вас такое портфолио будет и если у вас будет готовый кейс, который вы сможете показать своим клиентам. Поэтому зачем мы, собственно, открыли вам уже сразу эти уроки, чтобы вы, во-первых, не скучали, пока мы там с вами ждем статистику, анализируем, чтобы у вас уже было чем заняться, чтобы вы уже готовились плавненько к моменту работы с реальными клиентами и поэтапно писали сейчас уже свой кейс. То есть, вот сейчас начинается уже открутка рекламы, вы уже можете начать прописывать свой кейс. У вас там в уроке есть шаблон, как это делать. Прям берете этот шаблон, по шаблону уже можете описать все этапы настройки рекламной кампании для нашего проекта и дальше уже будете в свой кейс вставлять ту статистику, которая у нас с вами получится. То есть, пожалуйста, не откладывайте момент написания кейса на бесконечно долго. Лучше заняться этим уже сейчас, потому что у некоторых написание кейса занимает один день, кто-то может писать несколько дней, знаете, вдохновение не идет и поэтому люди могут несколько дней писать. Поэтому начните уже сейчас и там в течение недели этот кейс и ваше портфолио, пожалуйста, оформите. Хорошо? Итак, давайте, собственно, взглянем, что же у нас с вами происходит в рекламной кампании. Во-первых, хочу отметить, чтобы вы не пугались, да, вы видите, что сейчас у нас работает две компании, общая РСЯ и Яндекс.Звезды.Поиск. Я объединила, как вы помните, каждая команда делала свою компанию. Все ваши креативы, все осталось. Просто я объединила все ваши группы объявлений в одной рекламной кампании. Зачем это сделано? Давайте, напишите мне, пожалуйста, в чате, почему именно такую структуру я сделала? Ваши идеи? Напишите, пожалуйста, в чате. Почему именно так? Если вы зайдете в общую компанию РСЯ, вы увидите, что здесь сохранены все ваши группы. То есть, смотрите, все группы объявлений называются теперь как ваши команды. То есть, вот, контекст на 5, контекст на 5, там было 2 группы. Дальше у нас идет с вами контекстный чародей 3, контекстный чародей 2, контекстный чародей 1. То есть, там все ваши группы лежат все в одной компании. То есть, ничего не потерялось, на этот счет, не переживайте. Идеи нет, зачем я это сделала, да? Я смотрю, идей в чате нет. Вопрос только от Олеси, а как же я это сделала? Значит, смотрите. Бюджет, правильно. Значит, смотрите. Когда мы с вами делаем 5 разных компаний, а вы помните, что эти 5 компаний у нас все были настроены на РСЯ с одним бюджетом. То есть, настройки там одни и те же были по факту, да? Просто отличались группы. Если вы делаете 5 компаний, где в каждый бюджет 5 тысяч в неделю, сколько Яндекс у вас может открутить? Напишите в чате. Если у вас бюджет 5 тысяч в неделю, и вы делаете 5 компаний, сколько Яндекс может открутить в день, когда у вас на каждой компании по 5 тысяч? 25 тысяч в неделю. Да. Притом важно понимать, что в зависимости от того, в какой день недели вы запускаете рекламную кампанию, Яндекс, он привязывается именно к календарной неделе. То есть, если вы, например, запустили в среду, то ваш бюджет, который вы выделили на неделю, может израсходоваться за сколько у нас дней получается? 4 дня. Среда, четверг, пятница, суббота, ну, воскресенье, за 5 дней. То есть, смотрите, будьте внимательны. Если вы запускаете рекламу, например, в пятницу, то за 3 дня, пятница, суббота, воскресенье, у вас может полностью уйти недельный бюджет. Напишите, пожалуйста, понятно, если это понятно. То есть, это очень важно, когда вы будете работать с реальными клиентами, чтобы вы понимали, что недельный бюджет привязывается к календарной неделе. И чем позже к концу недели вы запускаете, тем как бы Яндекс, он может израсходовать весь ваш бюджет, который вы заложили на 7 дней, он по факту может расходовать его за 2 дня, если вы запустились, например, в пятницу. Понятно, да? Поэтому помните это, когда работаете с реальными клиентами. И я объединила все компании, получается, оттуда скопировала группы в одну, чтобы у нас не израсходовался весь бюджет за несколько дней. Понятно, да, зачем я это сделала? То есть, когда вы дальше будете с реальными клиентами работать, вы тоже, пожалуйста, сразу думайте, какую структуру аккаунта вы будете делать, чтобы вы входили в лимиты по бюджету. Вообще, делать отдельные компании есть смысл, когда в каждой компании у вас, например, рекламируются разные категории товаров. Предположим, одна компания, вы рекламируете велосипеды, вторая компания, вы рекламируете самокаты, когда клиенту важно выделять разные бюджеты на разные категории. Понятно, да? Также мы всегда делим отдельно поиск, отдельно РСЯ. Это если мы не запускаем мастер-компании, например. Также мы можем делить по регионам, например, отдельная рекламная компания на Москву, отдельная рекламная компания на Питер. Но вы должны четко понимать, что на каждый бюджет, вот сколько, ой, на каждую компанию, сколько бюджета вы выделяете, у вас эти бюджеты суммируются по аккаунту. Поэтому, пожалуйста, всегда подходите с умом, когда вы продумываете структуру своего аккаунта. Разобрались с этим? Ребят, поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. Итак, вот мы с вами, вернее, ваш клиент положил деньги. Вы видите, что у нас 19 684 рубля на данный момент осталось на аккаунте. Деньги сюда попали у нас вчера, потому что выходные, так как там был платеж с ИП, короче, два дня выходные не проходил платеж, по факту платеж упал в понедельник утром. Вот упали деньги. Что делать? Во-первых, важно, чтобы вы помнили, что когда вы запустили аккаунт, очень важно, чтобы вы в него после запуска заходили каждый день. Каждый день. То есть первая неделя после запуска она такая, знаете, самая сложная в том плане, что там могут всплыть разные косяки настройки. Такое бывает. Мы все с вами люди, мы все можем ошибаться. И поэтому очень важно первую неделю, первые недели каждый день смотреть на статистику и вносить корректировки, если они требуются. Вот у нас работает наш аккаунт. Мы с вами видим зелененькие вот эти галочки, треугольнички. Это значит, что здесь реклама идет, все в порядке, никаких ошибок нет. Если бывает желтенький треугольничек, это значит, что есть какие-нибудь ошибки в аккаунте. Например, какие-нибудь объявления не прошли модерацию или что-то у вас там не показывается и Яндекс вам об этом будет сигнализировать. То есть здесь будет желтенький треугольничек, по-моему, или желтенький кружочек, ну что-то будет желтенькое, в общем. И рядышком будет написано, что происходит. То есть, например, там два объявления не прошли модерацию, и тогда вам надо зайти в аккаунт внутрь, вернее, в компанию и посмотреть, что там происходит, что не прошло модерацию. Вот мы видим нашу с вами компанию, у нас здесь все прошло модерацию, отклоненного ничего нет, соответственно, мы показываемся вы видите, что идет статус, идет обучение стратегии, то есть у нас RCA работает, как вы помните, на автоматической стратегии оптимизация конверсии оплата за клики, и для того, чтобы стратегия обучилась, необходимо, чтобы мы получили минимум 10 конверсий за неделю. То есть, если конверсий будет меньше, то вы увидите статус, что стратегия обучения закончена, и прям будет красным выделено, что стратегия не обучилась. В этом случае необходимо будет менять настройки, например, настраиваться на другую конверсию, на микроконверсию, или увеличивать бюджеты, или повышать стоимость конверсии, то есть необходимо будет что-то делать. То есть наша с вами задача в первую неделю получить минимум 10 конверсий, только в этом случае стратегия обучится, и тогда здесь будет зелененькая галочка, что все, стратегия обучилась, у нас все круто работает. Понятно, да, ребят? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если пока все понятно. Итак, что мы с вами делаем? Вот мы зашли сюда, и в первую очередь нам необходимо посмотреть общую статистику по всем компаниям, чтобы посмотреть, что вообще происходит, как работает наша реклама. В первую очередь мы смотрим вот на эти общие показатели. Мы с вами видим, что вчера, в понедельник, когда стартовала рекламная кампания, бюджет я пополнила, это было где-то первая половина дня. И обратите внимание, что пол суток прошло, и всего было два показа. То есть компании аккаунту нужно было какое-то время, чтобы вообще начать показываться. То есть, пожалуйста, не паникуйте, если вы запускаете рекламу, и в первые пять минут ничего не происходит. Паниковать не надо, то есть дайте время. как минимум должны пройти сутки, чтобы хоть что-то там начало происходить. Понятно, да? Значит, мы видим, что в первый день у нас как бы все было довольно глухо, но сегодня уже, смотрите, у нас обед, и у нас уже начались показы. Пока я не скажу, что этих показов сильно много, но как бы уже есть, уже хорошо, скажем так. Дальше мы с вами посмотрим, у нас в пятницу следующий вебинар, мы с вами посмотрим, как стратегия разгонится за несколько дней. Значит, мы с вами видим, что у нас уже было 17 кликов, CTR 1.26, что, кстати говоря, неплохо. Дальше мы израсходовали 476 рублей, средняя цена клика 28 рублей, и обратите внимание, аллилуйя, у нас уже случилась даже одна конверсия, уже кто-то зарегистрировался на наш великолепный вебинар. Кстати, хочу отметить, что мы внесли все корректировки, которые вы нам говорили, в нашем аккаунте, сейчас я прямо открою сайт, чтобы вы это все увидели, то, что вы нам говорили сделать, мы сделали, то есть, мы примерные клиенты, мы послушали наших экспертов по рекламе, и мы внесли все корректировки, то есть, мы написали, во-первых, время, что в 12 и в 19 проходит вебинар, мы написали, что как делать плюс 50 к зарплате на создании продающих сайтов, чтобы у нас было наше УТП, чем мы отличаемся от других, то, что это бесплатный вебинар, также мы добавили информацию, что конкретно будет, три урока, проверка ДЗ, сертификат об обучении, то есть, мы молодцы, плюс мы еще добавили информацию, что будет в результате прохождения марафона, то есть, мы у вас хорошие клиенты, мы выполнили все ваши рекомендации, вы это, кстати, тоже можете прописать в вашем аудите, что вы дали такие-то рекомендации и клиент внес эти рекомендации, понятно, ребят, напишите, пожалуйста, плюсики, если это понятно, напишите, круто, если вы понимаете, ух ты, что интересное у нас тут начинается, итак, итак, значит, смотрите, теперь обратите, пожалуйста, внимание, вот это мы с вами видим общую статистику, это общая статистика, здесь поиск плюс РСЯ, и когда мы анализируем рекламные кампании, конечно, есть смысл анализировать отдельно, отдельно поисковая реклама, вот видите, вот она поисковая, отдельно РСЯшная реклама, вы еще можете ставить вот такие фильтры, вот отдельно поиск, видите, галочку поставили, показать поиск, и мы с вами видим статистику по поиску, видите, только поиск, и если сети, то мы ставим отдельно фильтр на сети, то есть мы всегда анализируем статистику отдельно в поиске и в сетях, Почему? Потому что принцип работы рекламы в поиске и в сетях, в RCA совершенно разный. И, например, то, что показатели CTR кликабельности для поиска совершенно отличаются от норм для RCA. То есть помните, у нас был с вами урок, когда я говорила, что для поиска, например, CTR кликабельность должна быть выше 10, а для RCA средние показатели 0,8, 1,2, 1,5. Это как бы уже считается хорошо. Поэтому ни в коем случае не анализируйте, пожалуйста, статистику в куче. Вы всегда должны смотреть показатели отдельно по поиску, отдельно по сетям, чтобы иметь какую-то адекватную статистику перед глазами. Итак, что мы с вами видим? Давайте мы включим с вами показ сразу всей статистики, чтобы нам было с вами удобно. Смотрите, на поиске, что мы с вами видим по вот этой статистике? Мы с вами видим, что на поиске было всего 13 показов и случился один всего лишь клик жиденький. На самом деле, ну, по факту реклама не работает. CTR 769. Неплохой, но и не фантастика. И средняя цена клика, обратите внимание, 130 рублей за один клик. При этом в RCA у нас с вами было вот столько показов, 1316 кликов, мы потратили вот столько денег. Средняя цена клика 21 рубль. И у нас случилась одна конверсия по цене 345 рублей. Обратите внимание, помните, мы с вами в настройках ставили, что мы хотим стоимость конверсии 150 рублей. Но по факту, так как мы платим за клики, а не за конверсии, у нас, видите, по факту цена конверсии выше 345 рублей. Это нормально, главное, не паникуйте. То есть смысл работы автостратегии в том, что она сейчас обучается, и она сейчас на основе статистики, которую она будет получать. То есть какие конкретно пользователи конвертируются. Ее задача получить эту статистику и в итоге автоматически оптимизировать наш аккаунт таким образом, чтобы реклама показывалась тем, кто с большей вероятностью сконвертируется, и не показывалась тем, кто конвертироваться не будет. И в итоге со временем мы должны увидеть картину, что цена цели уменьшается. Мы это должны с вами увидеть со временем. То есть на обучение стратегии нужно минимум 2 недели. Поэтому, когда вы запускаетесь, не надо паниковать, если вы видите какие-то конские цены. Другой вопрос, что смотрите, у нас сейчас цена конверсии 345 рублей. Наша расчетная, к чему мы стремимся, 150. То есть в принципе в 3 раза выше. Но вот если бы вы здесь увидели, что ваша цена конверсии, например, 2000 рублей, ну то есть вообще сильно отличается от того, что вы рассчитывали, это уже повод, знаете, задуматься. То есть если вы несколько дней подряд будете видеть прям супер конские цены, это как бы уже повод задуматься, что надо бы что-то поменять в рекламе. Но сейчас пока первый день, и мы видим с вами только первую статистику, пока еще рано какие-то делать такие прям масштабные выводы. Понятно, ребят? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. То есть в первый день вообще как бы паниковать, ну рано, рано еще паниковать. Вижу ваши огонечки. Итак, что мы можем с вами сделать уже на этом этапе, чтобы как-то, знаете, улучшить ситуацию, ну и вообще понять, что вообще происходит и что мы можем улучшить, чтобы реклама начала лучше отрабатывать. Давайте сначала разберемся с поиском. Мы с вами на поиске видим, что показов не очень-то много. Мало показов и всего один клик. То есть если на поиске будет продолжаться такая статистика, такая тенденция, что показов мало, мы, к сожалению, никакого результата не получим. И тут, смотрите, может быть две причины, почему мало показов. Во-первых, это, конечно же, наше ограничение по бюджету. Потому что, как вы помните, у нас с вами ограничение 500 рублей в день, а у нас средняя цена клика 130. Если у нас ограничение 500, а средняя цена клика 130, то сколько кликов мы можем получить? Напишите, пожалуйста, в чате. При ограничении 500 рублей в средней цене клика 130. Сколько кликов мы можем получить? Три? Ну да, ну три клика. То есть мы с вами понимаем, что, ну, что-то, что-то, что-то как-то, да, скорее всего, мы здесь много показов не будем получать. Давайте зайдем в компанию, в нашу поисковую, и посмотрим вообще, какие ставки нам рисует Яндекс. Неужели все ключи у нас там такие дорогущие? Вот у нас наша поисковая реклама. Посмотрим на вот этот показатель списываемая цена. То есть я смотрю именно на списываемую цену, да. Значит, у меня вопрос. Кто у нас настраивал поиск? Почему вы выставили 155 рублей за клик? Вот у меня к вам вопрос, дорогие мои. Кто у нас там настраивал? Какая команда? Яндекс.Звезды. Почему вы выставили столь конскую цену 155 рублей за клик? Напишите, пожалуйста, в чате. Какая логика у вас была при выставлении такой ставки? Как вы помните, я вам говорила, что для того, чтобы понять, какую ставку назначать, нужно зайти в расчет бюджета, вбить туда свои ключи, выставить регион, по которому вы планируете показываться, а у нас это Белгородская область и Брянская область, и посмотреть среднюю списываемую ставку, которую показывает вам Яндекс. Вы там увидели 155 рублей. мы так и сделали. Так, и вы там увидели 155 рублей, правильно я понимаю? Давайте проверим с вами. Итак, у нас с вами была Белгородская, да? Белгородская. И вот Белгородская область. И какая Брянская у нас там? Брянская, да. Итак, Белгородская, да, блин, вот Брянская. Брянская. Вот Белгородская, Брянская. И у нас с вами идет показ рекламы по запросам. Тильда обучения. Тильда обучения. Тильда курсы. Тильда школа. Тильда обучения. Тильда курсы. Тильда школа. Я беру маски. Я сейчас не беру все ключи, которые мы собрали. Моя задача просто посмотреть примерно, да? Примерный, примерный уровень цен. И мы с вами берем объем трафика, ну давайте 85. Итак, мы с вами должны смотреть на показатель. Вот списываемая сумма. Вот сюда мы смотрим. Вот смотрите, у нас в среднем, да, 52 рубля за клик. 1,3, 19, 31,9, 3,2. То есть вы, возможно, посмотрели куда-то сюда. По факту надо смотреть на списываемую сумму. Потому что то, сколько по факту с вас будет списываться. Вы помните, что в Яндексе довольно сложная структура аукциона. И там то, сколько с вас по факту списывается, зависит от того, какую позицию вы занимаете и то, какие ставки выставляют ваши конкуренты. Да, то есть там аукцион имеет очень сложную структуру просчета, сколько по факту с вас будет списываться денег. Поэтому ориентироваться надо вот на эти показатели. И мы с вами видим, что здесь в среднем-то, ну как бы, я бы брала, ну не дороже. Ну вот смотрите, максимальная ставка 52 рубля. То есть вам, дорогие мои друзья, необходимо снизить ставку, но поставить хотя бы 60 рублей. Тогда вы, по идее, должны занимать первые позиции. То есть мы даже берем с вами с нахлестом, скажем так. Вообще, по идее, даже 55 рублей будет, в принципе, в целом достаточно. Сейчас команды, внимание, записывайте все те корректировки, которые вам необходимо вносить. Дальше вы после этого вебинара встречаетесь своим мастер-майндом и вносите в каждая команда ту корректировку, которую я говорю. То есть конкретно вы, кто у меня там поиском занимается, Яндекс.Звезды, меняете ставку со 155 до 55 рублей. Чтобы это сделать быстро, вы это можете сделать в командоре, либо вы это можете сделать вот здесь вот в интерфейсе, выставить для всего объявления 55 рублей. Понятно, да, ребят? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. То есть, вот помните, у нас с вами на поиске списалось сколько? 180 рублей, по-моему, да, по статистике мы с вами посмотрели. Сейчас, где моя статистика? У нас с вами на поиске списалось 130 рублей. Снизьте среднюю ставку до 55, и тогда при ограничении бюджета 500 рублей у вас ставка 55. То есть потенциально Яндекс понимает, ага, вы можете получить хотя бы 10 кликов, и он уже вам даст большие охваты. Понятно, да, логика? Так, теперь смотрите, я хочу посмотреть, а сейчас на какой позиции вообще показывается моя реклама? Сейчас на какой позиции моя реклама показывается на поиске? Для этого я иду в мастер отчетов. И дальше я должна сформировать отчет. Значит, по дням. Ну, у нас реклама показывается всего второй день, да, поэтому там особо много статистики нету, но просто важно, чтобы вы понимали, где это смотреть. Дальше. Мне необходимо посмотреть именно среднюю позицию показа и средняя, так, сейчас средняя ставка за клик, средняя позиция показа, средняя позиция клика. Вот видите, мне надо вот это прям посмотреть, вот эти галочки. Все остальное особо как бы мне не важно. Я ставлю вот эти две галки. Средняя позиция показа, средняя позиция клика. И дальше я ставлю фильтрацию. Условия фильтрации компании. Название. И я хочу именно посмотреть по моей поисковой компании. То есть, я вбиваю поиск. Вот, видите? То есть, я хочу сейчас посмотреть среднюю позицию показа моих объявлений в компании по поиску. Понимаете, что я делаю? Сейчас как бы не переживайте, вы запись посмотрите. То есть, запись у вас будет. Я делаю быстро, понятно, но вы это все еще пересмотрите несколько раз. И у вас эти вебинары останутся, вы четко будете понимать, что делать после запуска рекламы по реальным клиентам. Потому что логика всегда одна и та же. То, что мы сейчас с вами делаем, ровно та же логика будет по любым клиентам. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. Все рекламы оптимизируются идентично. То есть, для вас это сейчас хорошая новость. Все идентично совершенно оптимизируется, смотрятся одни и те же отчеты. Итак, смотрите, у нас сформировался отчет. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что в нашей поисковой рекламе средняя позиция показа 1.62. Это значит, что в среднем, вообще-то, наша реклама показывается на первой, либо на второй позиции. Ну, чаще на второй, да, то есть 1.6. Чаще на второй, но в среднем мы занимаем с вами довольно неплохие позиции. Это хорошо. И это хорошо. Но у нас был всего с вами один клик, поэтому на самом деле не так-то у нас много с вами пока статистики для анализа. То есть, пока ничего не делаем. Пока только поменяем ставку, сделаем ее более приемлемую для нас. И дальше смотрим, что будет происходить дальше. То есть, дальше мы посмотрим в пятницу, что происходит с нашей поисковой рекламой. Если также будет продолжаться малое количество показов, мы уже дальше с вами будем думать, что с этим делать. Пока мы наблюдаем, потому что реклама только начала открутку. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно, ребят. Теперь давайте переходим к нашей RCA-компании. Там у нас статистики немножко побольше. А, еще важный отчет, который я вам хочу показать. Это у нас все-таки был один клик с вами, да? И нам важно посмотреть, а по каким реально запросам у нас этот клик произошел. Мы для этого идем в отчет поисковые запросы. И давайте посмотрим, по каким реально запросам наша реклама показывается. Это очень важно, когда мы говорим про поисковую рекламу. Посмотрите, реально наша реклама показалась по запросу бесплатный марафон по тильде Белгород. Вот. Прям, знаете, вот в точечку Яндекс попал. Вот прям все. Я уверена, что... Хотя нет, кстати, прекрасный вот этот вот человек, который вбил этот запрос, не сконвертировался, но запрос целевой. И обратите внимание, что какое было условие показа? По ключу марафон тильда, по факту наша реклама показалась, когда человек вбил на поиски бесплатный марафон по тильде Белгород. Понимаете, как работает Яндекс? То есть он взял за основу этот ключ, но так как это широкое соответствие, он сюда добавил еще слова бесплатное, Белгород, и получился запрос у нас бесплатный марафон по тильде Белгород. Но это наш целевой запрос, поэтому как бы совершенно нормально, что мы по нему показываемся. Понятно, ребят? Все, замечательно. Итак, теперь давайте посмотрим с вами, что у нас происходит в РСЯ. Там у нас статистики немножечко побольше. Значит, с поиском понятно, да, что делать. Значит, теперь смотрим с вами РСЯшечку нашу прекрасную. Опять же, статистики не так, чтобы сильно много, но мы уже можем посмотреть что-то и даже что-то можем оптимизировать. Для этого мы опять же с вами идем в отчет статистика по всем компаниям. У нас все в одном месте находится, все всегда в одном месте. Открываем мастер отчетов. И смотрите, у нас уже произошло там 1300 показов. Давайте посмотрим, а на каких площадках начала показываться наша реклама. То есть наша задача отследить, чтобы наша реклама не показывалась на всяких спамовских мусорных площадках. Понимаете, да, логику? Как мы это будем с вами смотреть? Для этого мы в мастере отчетов. Здесь можно выбрать за выбранный период, но у нас реклама показывается один день, поэтому как бы не принципиально. Но я обычно смотрю именно за выбранный период, а не по дням, чтобы у меня статистика суммировалась за какой-то период времени. Итак, я выбираю за выбранный период. Дальше я выбираю название площадки. Видите, ставлю галочку. Название площадки. И дальше мне интересно посмотреть, сколько было показов, кликов, какой CTR. И, конечно же, конверсии. То есть я оставляю глубина, конверсии. Ну, даже глубину можно не оставлять. Вот так. Ну, или оставим. Ладно, оставим. То есть я ставлю название площадки и вот здесь вот эти вот галочки. Они всегда примерно одни и те же ставятся. То есть моя задача вот посмотреть именно стоимость за клик, CTR, клики, показы и конверсии. Это основная статистика, которую мы с вами смотрим. Нажимаем кнопочку «Показать». И сейчас у нас сформируется отчет. Вот видите, на каких площадках показывалась наша реклама. Чтобы нам было удобно анализировать, я фильтрую по столбику «Показы». То есть я нажимаю вот сюда. И посмотрите. Видите, у меня все отфильтровалось от большего к меньшему. То есть те площадки, где моя реклама показывается чаще всего, они у меня теперь на первой позиции. И мы с вами смотрим, где вообще показывается наша реклама. «Дзенру», «Мейлру», «Винмейлру». То есть в принципе адекватные площадки вот эти. А вот это, посмотрите, «ДСП», «Операэксченж», «Яндекс.Ру». Это явно какая-то шляпа. И вот это «ДТУАР», «Лайф», «Воллпейпер», «Спейс Лайф». То есть когда вы видите вот что-то такое странное, это какие-то плагины, какие-то всплывающие окна. То есть это шляпа. И на самом деле вы уже сейчас всю эту шляпу можете отминусовать. Уже сейчас, чтобы не тратить сюда свои деньги. Потому что, смотрите, вот, например, сюда уже ушло 4 рубля. А вот сюда, представляете, за один клик ушло 11 рублей. Ну нифига себе. Чтобы не тратить туда свои кровно, вернее, клиентам кровно нажитые деньги, вот эту всю шляпу мы уже можем отминусовать. Вот один день статистика. Да, безусловно, этой статистики немного. Но мы понимаем, что вот здесь показываться нам и не надо. Нам вот эти площадки результат не дадут. Понимаете, да, логику? Что мы делаем дальше? Значит, сейчас я думаю, как нам это лучше с вами сделать. Потому что давайте я буду просто говорить, какие команды будут вносить корректировки. И у нас разные команды, да, будут вносить в свое время. Если не на этом вебинаре, так на следующем. Разные команды будут вносить корректировки. Хорошо, чтобы друг другу вы не мешали. Значит, смотрите. Команда... Сейчас, где у меня список всех команд? Сейчас, секундочку. Давайте так. Значит, команда аферистки. Пойдем в порядку. Ваша задача сделать следующее. Формируете вот такой вот отчет, как я вам показала. Дальше нажимаете экспорт, xlsx. Скачиваете отчет по площадкам. Я вам сейчас показываю, как это делать быстро. Чтобы не вручную все эти площадки выписывать, а чтобы быстренько все это делать за 2 минутки. Будете практиковаться у меня. Смотрите. Вот я скачала этот отчет. Вот видите, он у меня появился. Дальше я его открываю. В Excel просто это делать сильно быстрее. Сильно быстрее. Вот у меня этот отчет. Дальше я нажимаю вот сюда на название вот этой строчки. Вот сюда, видите, нажала. И сверху нажимаю данные, фильтр. То есть я включаю фильтрацию в Excel. Дальше. Вот смотрите, вот эти мусорные площадки. Вот они, видите? То есть все ровно то же самое, что мы видим с вами здесь. Вот они. Здесь я вижу то же самое, просто в Excel более удобно. И мы с вами понимаем, что, например, всякий шлак имеет общую характеристику. Вот эти три буквы DSP. И мы с вами можем сделать следующее. Например, включить сразу фильтр. Фильтр. Текстовый фильтр. Содержит. И, например, вот так вот. DSP. Нажимаем ОК. И посмотрите, видите? У меня сразу отфильтровались всякие мусорные площадки, всякие DSP-шки. И вы просто берете вот это, делаете Ctrl-C. Дальше открываете Commander. Сейчас Commander загрузится, а то я перед вебинаром забыла его загрузить. Сейчас мы подождем, когда загрузится Commander. Вижу ваши огоньки. В чем плюс? Если сейчас для вас это кажется сложным, прикол в том, что я повторюсь. Вы с каждым клиентом делаете одно и то же. Вообще одно и то же. Здесь нет ничего нового. Вы с каждым клиентом будете делать все одно и то же. Вот прям берете эти вебинары и все повторяете. Вообще все вот идентично у вас будет. Что на поиске, что в RCA, все одно и то же. Вот смотрите, открываете Commander. Это кайф. Да-да-да. Сейчас открою, где там ваш аккаунт учебный. Какие у нас там циферки в нем? 0.60. Файл выбрать логин. Так, где там у нас? Вот он, 0.60. И смотрите. Внимание, команда аферистки. Ваша задача дальше собраться мастер-майндом, чтобы вы вместе видели, как это происходит. Обязательно перед внесением всех корректировок, ребята, загружайте данные в Commander, получить основные данные быстро. Прямо обязательно загружайте изменения с сервера каждый раз, когда вы работаете. После этого открываете компанию общая RCA, потому что она у нас сейчас работает. Там все ваши группы, все лежат, да, каждая команда. И вот вы скопировали вот эту историю, Ctrl-C, дальше идете в раздел компании, вниз, значит, скроллите до списка запрещенных площадок. Вот они у нас, видите, запрещенные площадки. И дальше сюда, через запятую, ставите запятую и вставляете Ctrl-V. Дальше нажимаете сохранить, чпок, все. Площадки у вас эти сохранились, и дальше вы должны это отправить на сервер. Отправить все данные. То есть, чтобы эти площадки выгрузились как заминусованные уже на сервере Яндекс.Директа. Напишите, пожалуйста, понятно, если это понятно. Ну и, собственно, дальше можно также, посмотрите, вот еще есть всякий шлак, начинается с com. То же самое делаете. Убираете фильтр отсюда, удалите фильтр. И создаете новый фильтр, например, текстовый фильтр содержит, и посмотрите, как он у нас там выглядит. Com. И прям фильтруете. Com. Хочу все эти сайты. Посмотрите, как их много. А все, что начинается с com. Это всякий мобильный мусор. Ну это всякие приложухи. Ну, короче, всякая шлупонь. Одним словом. Видите, по одному показу. А если клик произойдет. Вот, посмотрите. Списалось 59 рублей за клик вот по этому com. Алгоритм ЮЛА. Или com, cdma, ppc, бла-бла-бла, всякий шрот. Мы 50 рублей уже сэкономим нашим клиентам. Понимаете, как это работает? Также отфильтровали, взяли, скопировали все. Ctrl-C в команды вставили, Ctrl-V отправили. Вот таким образом мы убираем мусорные площадки, с которых идет скликивание и всякий трэш. То есть параллельно тому, что Яндекс обучается, мы параллельно все равно чистим площадки. Потому что Яндекс, он, знаете, любит показывать свою рекламу на всяких странных сайтах. И мы таким образом вручную все это фильтруем. Понятно, да, ребят? Вот, кстати, вам плюс работы не в мастере компании. Потому что в мастере компании вы это никогда не сделаете. В мастере компании там это такой черный ящик. Там что-то само собой, что-то происходит. Вот когда вы работаете в таком полуручном режиме, ну, у нас автостратегия, но при этом мы имеем возможность вручную все это фильтровать. Это дает сильно лучшие показатели, да, зачастую. Потому что в мастере компании очень много денег сливается вот на всякий вот такой вот мусор. Понятно, да? То есть вот так вот глазками прошлись, посмотрели. Если видите какой-нибудь мусор, а это чаще всего всякие ком-точка, вот всякие, видите, энд-точки, мэч-геймс, все, что со словами геймс, то есть все, что с играми связано, там тоже всякий трэш. То есть прям можете вот так вот взять и отфильтровать текстовые фильтры, содержит и, например, гейм. Гейм. И посмотреть, на каких сайтах со словом гейм мы показываемся. Вот видите? Вот это все тоже мусор. Гейм-майн, тизер, тизерная реклама. Все вообще, все в минуса. Все в минуса фильтруем командором. И отправляем на сервер. Аферистки – это ваша задача. Вот весь вот этот трэш отфильтровать, чтобы на него не тратить наши драгоценные деньги. Понятно, ребят? Ясно, 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 понятно. Супер. Итак, мы посмотрели с вами площадки, где мы показываемся и отминусовали мусор. Теперь давайте посмотрим, откуда идут клики, потому что мы же платим за клики. Давайте посмотрим. Сейчас я нажимаю на столбик с названием клики. И у меня, видите, идет от большего к меньшему теперь по столбику клики. И смотрим, что, посмотрите, 2 клика целых 5 рублей, ну, благо дешевые клики, случились вот с этой мусорной площадки ДСП, Ехмоби, Яндекс.Ру. 5 рублей мы просто с вами слили. Поэтому вот мы видим, что отсюда, ну, 11 показов, 2 клика для РСЯшки – это явно спамный трафик. CTR-18 – это явный спам. Оттуда идет скликивание, либо это ошибочные клики. Вот это мы, конечно, сразу минусуем, эту площадку, чтобы не сливать сюда деньги. Она дешевая, 2 рубля за клик. Но представьте, если мы будем набирать обороты, будут увеличиваться охваты, соответственно, показы на этих мусорных площадках тоже будут увеличиваться. А зачем нам это надо? Нам это не надо. Мы вот эту всю ерунду минусуем. Дальше посмотрели, что еще нам не нравится. Вот AppSource GetContact тоже, мне кажется, странным. Но хотя, знаете, я бы тоже вот это, кстати, заминусовала. Вот это AppSource GetContact мне тоже не нравится совершенно. Комы всякие. Это мы все с вами уже отминусовали на предыдущем этапе. Вот видите, 2 показа, 1 клик. 2 показа, 1 клик. Ну, это явный мусор, потому что, ну, CTR 50. Ну, это явно кто-то. Либо случайные клики какие-то, либо какие-то спамовские истории. И посмотрите, каждый клик 20 рублей, 30 рублей. Да, офигеть. Поэтому мы это все тоже минусуем. И теперь давайте посмотрим, откуда же у нас прилетела наша единственная конверсия. Давайте взглянем на это чудо. Теперь давайте отфильтруем именно по столбику конверсии. То есть я кликаю на название конверсии. И сейчас на первом месте будет сайт, откуда прилетела наша конверсия. Посмотрите. Это WinMail.ru. То есть это показ нашей рекламы в почтовике Mail.ru. Нормально, прекрасно. Видите, 163 показа, 1 клик, 0,61. Это адекватный CTR для RCA. Средняя цена клика 57 рублей. Видите, то есть недешево. Но зато мы с вами получили по факту конверсию. Видите, по факту конверсия у нас стоила 57 рублей. Видите? То есть если бы не было кликов по всякому трэшу и мусорным площадкам, то у нас цена была бы на самом деле конверсии меньше. Потому что у нас цена конверсии складывается из общих трат на рекламу. И, собственно, общие траты на рекламу, деленные на количество конверсий. А по факту именно с этой площадки конверсия это стоила 57 рублей. И дальше мы с вами на этапе оптимизации мы будем оставлять именно те площадки, откуда приходят самые адекватные конверсии по самой для нас интересной цене. Вот это и есть, ребята, формат оптимизации. То, что мы делаем на этапе оптимизации. Понятно теперь, чем занимаются эксперты по рекламе и что мы делаем на этапе оптимизации. Ребят, вот это основные отчеты 2 по факту, которые мы смотрим. Мы сейчас с вами посмотрели, на каких площадках мы показываемся, откуда идет мусор, откуда идет адекватный трафик. И сейчас ради интереса давайте с вами взглянем, а какие же креативы у нас сейчас набирают основные показы. Мы это пока с вами смотрим ради интереса, потому что пока еще статистики слишком мало. Но мы просто ради интереса посмотрим, чей же креатив сейчас набирает максимальные обороты. Для этого мы с вами снова раскрываем наши отчеты и выбираем теперь другие галочки. Группы объявлений, номер объявления. Эту галку убираем с названия площадки, тип площадки убираем. То есть мы оставляем две галочки. Группы и номер объявления. И снова нажимаем показать. У нас уже формируется другой отчет. Обратите внимание, у нас сейчас формируется отчет именно по группе и номер объявления. Вот вы видите все ваши группы, все названия всех команд. И давайте отфильтруем опять же по показам, какие объявления показываются чаще всего. Понятно, что это еще первичная статистика, то есть еще все может поменяться. Обратите, пожалуйста, внимание, что как только реклама запускается, Яндекс старается дать всем креативам одинаковое количество показов, потому что сейчас он выбирает, а на какие креативы аудитория реагирует лучше. И уже дальше, когда статистика соберется, Яндекс уже будет отдавать приоритет тем объявлениям, по которым самые лучшие показатели. Напишите, понятно, если это понятно. То есть сейчас мы видим с вами примерно плюс-минус одни и те же показатели. Но обратите внимание, значит, смотрите, у нас показывается сейчас креативы активно. Подработка от 50 тысяч в месяц. Сейчас те, кто делали креативы, можете хлопать в ладоши, если вы видите свой креатив. Это у нас команда Маги Контекста. Дальше. Рекламные ракеты. Ребят, вот у вас вот этот креатив. Фриланс на Тильда 35+. Никто не верил, а ты? Вот, смотрите. Мы сейчас с вами найдем самые работающие креативы вообще. Мы с вами сейчас взломаем РСЯ. Мы с вами будем лучшими инфобизнесменами, потому что столько мозгов, которые у нас работают над этой рекламой. Это, знаете, одновременно 60 человек, которые делают креативы. Это дорогого стоит. Дальше. Аферистки. У вас в топе создание сайтов на Тильда обучение 0 рублей. Дальше. Обучение Тильда 0 рублей. 10 тысяч через 3 дня. Вот, видите, у нас показывается активно. То есть, вот, видите, мы смотрим, на какие креативы чаще кликают люди. То есть, мы здесь уже определяем именно по сетиару, какой креатив вызывает больше интерес. И мы по сетиару уже можем посмотреть, да, какие креативы как бы для людей более привлекательны. Но сейчас пока еще рано что-то вообще анализировать. Это я просто вам показываю ради интереса, да, чтобы вы вообще поняли, как это все выглядит. Пока еще статистик не так много, но уже какие-то первые, да, первые какие-то наработочки у нас уже, уже можно что-то отследить, да, скажем так, уже что-то можно отследить. Вот, пожалуйста, те, кто увидел свои креативы, уже можете возрадоваться, что ура, ура, я вижу свой креатив, который уже работает в РСЯ. Понятно, ребят? Значит, смотрите, сегодня я дала задачи только командам, командам Яндекс.Звезды и аферистки. Пожалуйста, вносите изменения, которые я вам сказала. В пятницу мы дальше с вами будем анализировать отчеты, следующие задания я уже дам следующим командам, да, чтобы вы тоже, каждая из вас, чтобы каждая команда внесла свои корректировки, чтобы вы понимали, как это делается. Понятно, да, друзья? Сейчас вы уже как бы можете делать какие-то там скриншоты, что-то уже формировать для своего кейса. Но опять же, пока в кейсе пропишите именно первые этапы, да, как вы настраивали рекламную кампанию, вставляйте там свои скриншоты своих креативов и прочее, прочее, прочее. Статистику уже именно, да, скриншоты со статистикой лучше делать, когда у нас будет побольше статистики собрано, да, потому что всего пока тут один день работы, и уже скриншоты со статистикой вы будете вставлять уже немножко попозже, через 2-3 недели. Вот. Но пока ваша задача начать создавать ваш кейс. Ну что, ребята, как ваши впечатления об этапе оптимизации? Поделитесь, пожалуйста, в чате, какие у вас эмоции. Возможно, что-то, да, могло показаться вам сложным, но опять же, пересмотрите, пожалуйста, запись. И помните, что оптимизация всегда производится по одним и тем же алгоритмам. Для всех клиентов одно и то же. Также вы можете, знаете, еще вам покажу то, что всегда радует очень сильно начинающих. Смотрите, вы в Яндекс.Метрике, вы можете посмотреть запись венитов, как себя ведут люди, которые проходят по рекламе. То есть смотрите, вы, во-первых, да, вы в отчетах Метрики в разделе, в разделе UTM Метки. Сейчас, подождите, источники, вот метки UTM. Вы уже можете видеть метки, которые вы там проставляли. Здесь собираются метки и мои, да, сейчас, подождите, попробую. Давайте за сегодня посмотрим, потому что здесь метки проставляются по другим рекламным компаниям тоже, да. Но вот, например, метки, вот они вот здесь у нас уже собираются. Вот это моя рекламная компания из другого аккаунта. Ваша, это, скорее всего, вот эта вот история. Вот, скорее всего, вот эта. Там, где вы прописывали campaign ID, да, вот это вот, вот так это выглядит. То есть campaign ID, идентификаторы компании, видите, начинают вот сюда подгружаться. Вот так вот это выглядит в отчетах Метрики. Но когда будет больше статистики, мы с вами еще вернемся к этим отчетам, да, пока статистики не так много. И смотрите, вы можете зайти в WebVisor и отфильтровать сейчас, как мы отфильтруем с вами именно посещение страницы с тильдой. Давайте попробуем так. Показать визиты, в которых... Сейчас я попробую вспомнить, где это находится. Страница входа. Да, наверное, вот она. И у нас страница входа с вами, это наша тильда. Вот она. Вот так вот. Давайте попробуем отфильтровать посещение. Вот, посмотрите. Вот, видите, ADD, вот это именно трафик по рекламе. Вот ADD, это рекламный трафик. И вы прям можете посмотреть, как ведут себя люди, когда они кликают по рекламе. То есть вы можете нажать на Play и прям посмотреть запись этого визита. Это бывает интересно, особенно, когда вы только начинаете работать с рекламой. То есть видите, как пользователь ведет себя. Видно, да, сейчас мой экран? Потому что это попап. Видно экран, ребят? Вот видите, вот прям Яндекс, он записывает, метрика записывает, как ведет себя пользователь. Видите, он читает, что туда входит, что там будет. Вот, и дальше можно проанализировать, например, почему человек не регистрируется, почему человек не отправляет форму. Да, то есть вы можете, посмотрев записи визитов, дать рекомендации вашему клиенту, что еще можно добавить, что еще можно поменять на сайте, чтобы сайт был более конверсионным. То есть вот так вот, просматривая визиты по рекламе, вы можете дать какие-то рекомендации, рекомендации вашему клиенту. Вот наш визит, видите, вот цель, единичка. Вот, видите, вот это визит, где была достигнута конверсия. И мы прям можем с вами посмотреть, как это происходило. А вот, например, визиты, где нет конверсии. Да, и тут как бы типа надо бы посмотреть, а почему это он не конвертируется? Чего-то ему не хватило, да, какой-то информации не хватило. А вот визит с конверсией. Вот мы можем с вами его просмотреть. Что там делал человек. Вот, видите, вот он скроллил. И, кстати, обратите внимание, что они все заходят с ПК-шки, с компьютера. Это не мобильное устройство. Вот он, видите, скроллит, скроллит, читает. Можно немножко на ускоренном режиме это все посмотреть. Вот, видите, он скроллит, скроллит, читает. Смотрите, как внимательно они читают, оказывается. Божечки. Вот точно надо более подробно все рисовать, описывать содержимое. Вот, видите, бах, зарегался. Все. Добрый вечер, наша конверсия первая. Вот, так что это тоже может быть для вас интересно. Тоже можете... Слушайте, зайдите потом в ваши метрики и дайте обратную связь, пожалуйста. В режиме просмотра можете ли вы смотреть посещение? Потому что я вот точно этого не знаю. Проверьте. Если в режиме просмотра, у вас у всех доступ в режиме просмотра. Если вы можете смотреть, я вам прям рекомендую посмотреть записи посещений по рекламе, чтобы видеть, как пользователи ведут себя на сайте. Для вас это будет полезно. Это для каждого из вас будет такое домашнее задание. Хорошо? Это вот здесь вот в разделе вебвизор, страница входа, тильда. Вот это именно ваша рекламная кампания, то, что сейчас вы запускаете. Ну что, друзья мои? Ну что, друзья мои? Как ваши впечатления? Сейчас посмотрю ваш чат. Это мой. Кто-то свой креотип увидел. Супер. Интересный огонь. Очень интересно. Замечательно. Захватывает. Это хорошо, когда работа вызывает у вас такие эмоции. Это очень круто. Я правильно понимаю, чем больше CTR, тем лучше? Конечно. Чем выше CTR. CTR это что такое? Это кликабельность. То есть отношение кликов к числу показов. Чем больше людей кликает по объявлению, тем выше кликабельность. То есть это показатель того, что ваш креатив привлекает внимание. Просто другой вопрос, что для поиска нормальный, адекватный показатель CTR это выше 10%. А для РСЯшки нормальный, адекватный показатель кликабельности это все, что выше 0.8. 0.8, 1, 1.2 это прям хорошие показатели. 2.3 это прям супер для РСЯ. Но, конечно, надо стремиться к тому, чтобы у ваших объявлений был максимальный CTR, максимальная кликабельность. Для Яндекса это прямой сигнал, что ваша реклама привлекает. А если ваша реклама привлекает, значит, надо ей давать большие охваты. Если она привлекает людей, значит, надо показывать ее как можно большему количеству людей. Потому что чем больше людей кликает по рекламе, тем больше Яндекс зарабатывает. Понимаете логику? Поэтому Яндекс, он дает большие охваты той рекламе, у которой высокие показатели CTR. Так, супер увлекательно, замечательно. Классные эмоции, очень интересно разобраться до конца, супер. Обалдеть, как все видно, да-да-да. А у меня метрика пустая, нет счетчика. С какого аккаунта заходить? Я вошла в аккаунт, который дал нам капитан. Ребят, напишите, пожалуйста, Олесе, с какого аккаунта вы заходите? Потому что я давала гостевой доступ. Кстати, вопрос. Вам же дали сейчас представительские доступы. Вообще эту метрику вы должны видеть с аккаунта учебного, у которого циферки 0,60 на конце. То есть вы с этим аккаунтом можете заходить в метрику спокойно и смотреть в режиме просмотра. Просто главное, чтобы у вас в режиме просмотра вы могли вебвизор посмотреть. Я вот в этом не уверена. То есть, да, переключитесь. Справа у вас идет переключение между аккаунтами. Вы, возможно, заходите в метрику. Смотрите, у вас справа, видите, справа, вот там, где логотип, лого, да? Вы здесь можете переключаться между аккаунтами. Скорее всего, вы просто заходите не с того аккаунта, поэтому вы не видите счетчик. Просто переключитесь на нужный вам аккаунт. С вами кажется, все так легко. Ну, конечно, со мной всегда все легко, но ваша задача потом просто повторять те же действия, потому что просто повторяя, вы проходите все этапы оптимизации. Тут нет никакого, знаете, волшебства и магии. Мощно, здорово. Согласно с Еленой легко, без Елены немного боязно. Ну, вот именно поэтому мы с вами и делаем это вместе. И почему мне не нравился никогда формат стажировки с клиентом, когда вы там с ним сами что-то делаете? Да, потому что, во-первых, не у всех стажировочных клиентов есть адекватные бюджеты, а у вас сейчас есть возможность работать с клиентом с бюджетом от 20 тысяч, да, за счет вот этой стажировки. А во-вторых, вы все этапы проходите вместе со мной. И надеюсь, вы теперь видите наглядно, что это сильно больше дает вам информации, чем если бы вы сами там с клиентом наедине что-то делали. Дайте мне обратную связь, потому что, мне кажется, это очень крутой формат стажировки, когда мы вместе с вами все это делаем на живом боевом аккаунте. Сто процентов, да. Это очень здорово, круто, огонь. Замечательно. Ребят, вы, когда пишете отзывы, вот мы вас очень часто просим писать отзывы, да, вы за это баллы зарабатываете. Вот, пожалуйста, рассказывайте внутрянку, потому что люди должны знать, насколько у нас круто, потому что вот такого формата стажировки, как у нас, его нигде нету. И мало кто понимает, в чем особенность этого формата стажировки, пока человек сам через это не пройдет, это непонятно, да. А когда наши ученики об этом с огнем в глазах рассказывают, о боже, Елена сегодня на вебинаре такое рассказала, я вообще офигела, или там я офигел. Ну, это же круто, когда вы показываете свои эмоции, когда вы рассказываете людям, что происходит, и за счет чего вы прям вот реально погружаетесь, да, в работу с рекламой. Ведь когда вы делаете все это на боевом проекте, вы сильно быстрее учитесь, да, чем когда вы там просто делаете аккаунт. А вот тут вы наглядно видите, что такое оптимизация, да, что такое настройка, что вообще делает эксперт. И вот это вот все рассказы про то, что Яндекс работает автоматом, но вы теперь видите, как он автоматом работает, да, видите теперь, как он автоматом работает. И чем по факту занимается эксперт по рекламе? Эксперт по рекламе экономит бюджеты клиента и с минимальными бюджетами достигает максимальные результаты. Понятно, да, ребят? Со стороны вообще непонятно. Ну да, 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 пока тут внутри не поваришься, да. Хотелось бы, чтобы в стажировке можно было и поиск РСЯ потренироваться, наша группа только поиск делала. Так, Полин, вы же делали креативы и для поиска, и для РСЯ. Помните первые этапы наши? Вы делали креативы и для поиска, и для РСЯ, и вы собирали ключи для поиска, и для РСЯ. А с точки зрения технических настроек, ну, там на самом деле разница-то небольшая. То есть вы также все этапы подготовки проходили, а с точки зрения настроек там просто разница в нескольких галочках. Если хотите потренироваться, то, конечно, можно на своем аккаунте просто повторить это сделать. Вот, но там большой технической разницы как бы нет. А статистику мы с вами смотрим все вместе, что на поиске, что в РСЯ. То есть вы видите, что и там, и там происходит. Да, но сама настройка все равно разная. Ну, разная в том смысле, что на поиске вы группируете, да, и на каждую группу делаете креативы. В РСЯшке вы просто больше объединяете. Ну, с этой точки зрения, да, согласна. Окей, все, друзья. Значит, домашнее задание двум командам я дала. Следующие домашние задания я дам на вебинаре в пятницу. И дальше уже корректировки по оптимизации будут вносить другие команды. Понятно, да, чтобы каждая команда в этом поучаствовала. Не забывайте перед тем, как вы что-то делаете, загружать изменения сервера и дальше выгружать изменения на сервер, да, чтобы у вас ничего не потерялось. А клиентам тоже все это надо показывать в отчетах? Нет, клиентам это не надо показывать в отчетах. Формируется итоговый отчет за, например, неделю. Как формировать эти отчеты? У вас будут отдельные уроки в третьей ступени. Там все подробно. Это я буду вам рассказывать. То есть вы все это увидите. Шаблоны отчетов тоже будут. Так что не переживайте, все у вас впереди. Сейчас пока смотрите первые уроки третьей ступени. Готовьте ваш кейс. Готовьте уже плавненько ваше портфолио. Я вам даю на это достаточно времени. Там у вас целая неделя, чтобы подготовить ваши кейсы, ваше портфолио. Начинайте формировать итоговые скрины для кейса. Вы уже сделаете чуть позже, когда мы с вами закончим эту стажировку. Договорились? Так что ваша задача параллельно смотреть уроки и делать плавненько то, что у нас в этих уроках в домашках. Команды, которым я дала задание, пожалуйста, выполняйте. Встречаемся с вами на следующем вебинаре в пятницу. Дальше смотрим, какая статистика у нас накопилась за вот эти три дня. И вносим следующие корректировки по оптимизации нашего аккаунта. Все, друзья. Я желаю вам хорошего вечера. Всем пока-пока. Увидимся в пятницу. Продолжение следует...